Телеканал М1 Глобал и Горилла Эннаджи представляют Главный бой сегодняшнего вечера Горилла ММА серия 33 Барвиха Лакшери Трехраундовый поединок в тяжелом весе за пояс победителя серии Дамы и господа, внимание на экран Здравствуйте, я Попо Олег, представляю спортивный клуб Кузня Мне предстоит титульный бой на турнире Горилла ММА серия Я в отличной форме, тренировался у себя в клубе Кузня Тренировочный лагерь составил полтора месяца Вакцин делали на функциональную выносливость Я готов к любому сопернику Давай покажем красивый бой Главный бой вечера Встречайте, прямо сейчас я приглашаю в синий угол клетки файтера из Узбекистана Файос Шамуродов Итак, Файос Шамуродов против Олега Попова Тяжелая весовая категория Титульный бой Титульный он только для Олега Попова И сегодня он может получить бронзовый пояс ММА серии Итак, Файос в наших гранах Человек, который спас главный бой вечера Для Файоса это уже третья попытка Одержать первую победу в ММА серии Так как на 19-м турнире он проиграл нокаутом Александру Солдаткину А на 26-м аналогичным образом Максиму Курчатову Дебютировал уже по профи в 2016 году с победы А вот на второй встрече сразился с Абылкосымом Якубовым Который также предполагался в качестве соперника для Попова Но тогда Шамуродов уступил ему удушающий прием Затем была серия из трех побед и двухлетний перерыв После которого Шамуродов и оказался в ММА серии Ну что ж, если и удивлять, то, наверное, именно сегодня Наверное, именно на таком турнире, как 33-й ивент ММА серии А мы благодарим за поддержку нашего генерального партнера Энергетический напиток Gorilla Energy Горилла Energy, дайте шум Итак, поезд Шамуродов А уже в клетке Ждем Олега Попова Уважаемая публика И в красный угол клетки приглашается Олег Попов Краснодар, Россия Олег Попов приглашается на арену Десять побед, пять нокаутом Одна с обмишенным четыре решения Одно поражение 92-го года рождения 29 лет 185 сантиметров его рост Представляет клуб Кузня Его дебют состоялся в 2015 году Он победил тогда Антона Визигина Затем одолел Тимофея Мишева Но в 2016 году проиграл Юсупу Сулейманову После чего у него была пауза в карьере, продлившиеся два года С 2018 года возобновил свои выступления и с тех пор не проигрывает В рамках ММА серии выступал трижды На седьмом турнире победил техническим нокаутом Дениса Архиреева На 21 турнире треугольником задушил Сергея Алексеевича И на 26 отправил в нокаут Абдулу Эл-Вахаба Саеда в первом раунде Олег Попов отлично борется, очень здорово контролирует в партере И при этом обладает неплохим ударом Уважаемый публика, я с удовольствием представляю вам участников главного поединка сегодняшнего вечера ММА серии С-33 Барвиха Лакшери И первым бойца, который выйдет на бой из синего угла Ему 27 лет Его официальный вес 98 килограммов при росте 188 сантиметров Его профессиональный рекорд 4 победы при 4 поражениях Он представитель Кыргызстана Дамы и господа, встречайте! Поезд Шамурадов И его соперник, напротив, через клетку Выйдет на этот поединок из красного угла Ему 29 лет Его официальный вес на данный момент 111 килограммов Ровно при росте 188 сантиметров Его профессиональный рекорд 10 побед при одном поражении Которое стало мотивацией к блестящим победам Дамы и господа Претендент на пояс победителя Представляющий клуб Кузня Краснодар Встречайте! Вот он! Олег Пупов! Ровно при росте 188 сантиметров Россия! АПЛОДИСМЕНТЫ Бойцы, на середину Вы прекрасно знаете правила, по которым вам предстоит сейчас провести поединок Наш уважаемый реферий Колесников Александр Еще раз вам их напомнит Мужчины, это титульный бой и вы прекрасно знаете правила На протяжении всего боя внимательно слушаем мои команды и активно защищаемся Если вам все ясно, можете пожать руки и мы начнем Ну что ж, все готово к началу Файоз Шамурадов, Олег Попов, главный поединок сегодняшнего вечера Формат встречи, три раунда по пять минут Итак, смотрим Лоу кик от Файоза на старте И фронт кик уже от Олега Хай кик от Попова Активно ногами работают спортсмены на старте этой встречи Олег пытается рывком сократить дистанцию Подбирается с джебом, оверхан не зашел и тут начинается борьба Работа у сетки Пока нет перевода Более того, Файоз пытается спуститься вниз Делает зацеп, но проигрывает позицию И в полном маунте оказывается Олег Попов Прижимается Шамурадов Пытается выбраться, пока безуспешно Несколько ударов наносит Олег Попов Сверху Прижимается плотно Файоз И так очень степенно, академично Никуда не торопясь, работает Олег Попов Пытается мастить Шамурадов Сбросить Олега Попова будет крайне тяжело Что, постарается перейти на рычаг локтя Еще один удар Два точных попадания от Олега Тут же локоть И рычаг локтя пытается сделать Все, все кончено в этом раунде И в этом бою Олег Попов поддерживает Дострочную победу рычагом локтя Легко, просто и непринужденно И чудо, что Олег не хотел травмировать оппонента Очень аккуратно выцеливал Даже находясь в маунте Не наносил беспорядочные удары Смотрим повторы Отдал спину Тут же схватил руку Вышел на рычаг Олег Попов И Файоз Шамурадов Признал свое поражение Пятое поражение в карьере у Файоза Ну что ж, и наконец-то Пояс чемпиона ММА серии Найдет своего обладателя Итак, рефери Александр Колесников Останавливает поединок Одна минута тридцать девять секунд Первого раунда Победа Болевым приемом рычаг локтя В этом поединке присуждается Большой из Краснодара Олегу Попову Поздравляем Олега Попова С этой победой в первом раунде Нашего знаменитого чемпиона Александра Шлеменко И мы поздравляем Олег, могу тебя поздравить Всегда будь бескомпромиссным Бери свою победу Никому ее не отдавай И вот этот прекрасный пояс Отправляется Отправляется в Краснодар Так точно Пояс в Краснодар уже отправлен Олег, как никто заслужил этого пояса Три победы в серии подряд Это четвертая победа И еще и победа в другом турнире Во время этой самой серии Это совершенно справедливо И он в любом случае Я думаю с удовольствием Продолжит выступление у нас И постарается Олег, постараешься Может быть Серебряный пояс Постараюсь, конечно Сделаю для этого все Хотел бы по поводу боя сказать Во-первых, спасибо моим тренерам Моему клубу За поддержку Спасибо вам за Организацию За возможность подраться Спасибо моему сопернику За то, что вышел на таком Коротком уведомлении Я не особо, что ли Не то, чтобы не рад Я не знаю, как объяснить правильно Но я думаю, все все знают Соперник вышел на коротком уведомлении А я готовился по-другому Если было бы это возможно Подраться с тем, как его При, да, туда Гагао Субтитры сделал DimaTorzok